А вы пробовали когда-нибудь делать? А вы курить хотите? Просто я визажист, который не делает яркие мыки. Стрелки не то яркие, не то, а что то вообще. В итоге мы начали макияж позже на полчаса. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин. И сегодня мы с вами идем в салон красоты на вечерний макияж за 8600 рублей. Делиться с ресничками именно на уголочек. Сейчас, когда я уже ехала в салон красоты, за полчаса до записи салон сказал о том, что визажист задерживается на 10 минут и запись у нас сдвигается, собственно, на эти 10 минут. Я надеюсь, что не дольше, потому что в последний раз, когда я ходила в салон красоты, там вообще начали процедуру делать спустя 25 минут. То есть 10 минут это еще не супер критично, я не настолько привередлива в плане времени. 10-15 минут окей. Но когда это уже переходит все границы, естественно, сдвигаются уже и мои планы. И мне это не всегда, собственно, подходит. Вот поэтому, если вы любите такие видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, потому что по статистике 50% моих зрителей смотрят мои видео без подписки. Поэтому обязательно красную кнопочку делаем серенькой. Если вы хотите видеть видео мои в раннем доступе, самые первые, то обязательно подписывайтесь на мой бусте по ссылке в описании или же на ВК-донат. А теперь погнали в салон. Приятно, когда салоны красоты находятся в отелях с хорошим ходом. Но зачастую салоны, которые находятся в отелях, они очень низкокачественные. Причем это статистика говорит из моих видео. Здесь вот такой вот холл. Симпатичный отель. Хаят, если что. Хаят у них суперские отели. Мне нравится. Я как-то в Корее в Хаяте была. Там, получается, заселилась. Там у нее очень понравилось. Там был у меня умный номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Красота. Я на макияж, да? Я пока посмотрю. Не пришел еще визажист? Или уже пришел? Нет, нет. Я вам не стараюсь, да? Да, да, да. Ну все, а то самое главное. Качай, понял? Да, самое главное. Давайте кипяточку. Как капучино, амлика. Кипяточку. А, кипяточку? Да, я уже сегодня выпила свою дозу кофеина. Обожаю всякие такие вот крабики там и так далее. Очень люблю. Кстати, вот я постоянно нахожусь в поиске идеального крабика, чтобы он был по размеру, идеальный по дизайну, и при этом не был тяжелый. Вот напишите в комментариях, кто любит крабики, а кто любит резиночки для волос. Она уже подъезжает, получается? Мы уже подъезжаем на машине, и, соответственно, подъезжаем. А что там так долго-то? Ну да, Москва, такое дело. Здравствуйте, ага. Ну давайте располагайтесь. Так, сюда садись. А, сюда. Так, а сумочку сюда? Ой, какой у вас стульчик неудобный. А можно как-то по-другому сесть? Нет, мы садись. А то, блин, сюда не облокотиться, ничего не этот. Облокотиться можно. Все, ничего не бойтесь. Страшно. Не бойтесь. Так, сейчас я посмотрю фоточки и покажу вам. Давайте, хорошо. Я пока приступлю к подготовке. Давайте. А сколько у нас? Мы за час уже пеялись, да? Пеялись, бывшая. Угу. Вот здесь мне нравятся стрелочки и губы. Брови здесь не нравятся, потому что они такие, у нее сами свои такие. Мне больше нравятся графичные брови. А все остальное нравится? Стрелку уверены прям такую, прям активную, да? Да. С уголочком смотрим. Да. Ну, реснички не на весь глаз, а вот, может быть, только на уголочек. А вы пробовали когда-нибудь делать? Нет? Просто может вам не подойти. Почему? Ну, потому что, если я уведу, как бы, это будет очень так ярко. Глаза может не подойти. Просто, если не пробовали... Классика жанра, слушай. Точно уверены в том, что я хочу попробовать, да? Ага, все, окей. Тонка плотнее? Да. А основной цвет? Ну, я поняла, стрелка губы поняла. Основной цвет, что-то яркое или наоборот? Зеленое. А, зеленое? Угу. То есть, как на фотографии? Угу. Еще мне здесь нравится, что такое вот прям, как бы, оно тоже загорелое, я тоже загорелое. У нее такой, как бы, цвет лица здесь красивый, здоровый трумяшки. Вот такая есть. Это из ярких, если он просто яркий, это не очень часто запрос. Ну, вот зеленый есть. Вот такой, да? Угу. Можно сделать такой, и сверху у него блестки. Сейчас я посмотрю еще раз. Здесь, по-моему, нет блесток. Не, ну, как бы здесь нет, да. Но я имею в виду, я как бы вам предлагаю. А, как бы не надо. Полотнее, да? Угу. Обычные стрелки все записываете? Ну, я обычно вообще не крошусь. Ну, я просто вот из-за этого вот переживаю, что для вас это будет очень ярко. Ну и что? Жизнь одна. У вас какое-то неприятие? Да. Учтинка? Ну, по типу. Прикольно. Только прям слишком вниз не спустите, чтобы... Не-не, я вот шейку вот здесь и то вот так по лайту, чтобы... Я тоже люблю очень вот этот эффект дорогой кожи, и поэтому я особо, даже плотно тонаю, я не очень. Не, просто обычно у меня одежда может испачкаться, а я не люблю только. Хорошо. Гай. Ну что, ты? Скажи, пожалуйста, нет принцета у нас? Принцет, да. Ну, ладно, ничего. Зачем нам принцет? Ну, отклеить ресницы, чтобы быстрее, но я пальцы. Все. Так, записывайте. Да. Просто я визажист, который не делает яркие мыки. Я люблю коммерческие мыки, которые естественные, чтобы... А что значит коммерческие? За деньги? Нет. За деньги, да? Нет. Нет, я имею в виду, что образ такой красный ковровый, дорожки. Ну, я не делаю такие, вот знаете, графичные. Кто-то любит графику. Вот то, что вы сейчас попросили, это графика. Ну, я сделаю как-то. А там уже просто стрелка графика. Я там другие смотрела. Там, да, там есть, получается, можно сверху, можно нарисовать буквально рыбку какую-то. Ну, нет, стрелка просто, да, я имею в виду, вот такие яркие. Вот у меня есть эта палетка, но я ввожу просто на всякий случай, если будет запрос. А, да, как бы... Ну, вот как раз ковровая дорожка, там же обычно стрелочки делают. Да, и голубки, ну, красный, по-моему, да. Часто. А что у вас, платье какое будет? Нет, там не платье. Костюм? Ну, просто обычный наряд. Не костюм, просто кофта. Ага. Это уже румяна? Да, это коррекция, она такая, кремовая. Угу. Потом уже буду делать сухой. Может, мы подсветим, подсветим лампу, что ли? Темнеет уже? Пять минуты снимаем. Ой, можно чуть-чуть поскромнее цвет? Это что-то как-то ваза слишком сильно бьет. Еще холодный такой оттенок. У меня холодный. Куда-то так долго ушли все. Я, кстати, завтра иду стричься. Буду отстригать вот эти окрашенные кончики высушенные и уберу свой каскад, который есть сейчас у меня на волосах. Реально очень долго куда-то ушел визажист. Все хорошо? Да. Что-то случилось или что? Я вас просто узнала. Чуть-чуть ну, запаниковала. Ну, потому что я же знаю, что такие стрелки на ваши глаза на твои глаза. Что на моего глаза? Ну, это я имею в виду стрелочки такие в России, которые... Которые что? Нет. Нет, а ты бы мне написала. Что, которые со стрелочками? Нет, но вы попросили такие широкие стрелочки. Ну, ты же второй раз не захочуете предложение. Нет, нет, нет. Не так, не так. Я поэтому вначале спросила. Не так будут что? Я не понимаю. Не так будут смотреться на ваши глаза. Чуть-чуть и стрелочки. Не так, это как? Относительно чего они тут? Ну, относительно формы. Будешь хотеть широкие? Особенно относительно формы, да. Почему? Ну, потому что вашим глазам они не подходят. Ну, это мое видео. Ну, вы тогда видели, что мне уже такие стрелочки делали? Нет, я не видела. Да, просто вы на интуицию очень хорошо работали. Кто-то рассказывает. Я не смотрела ваш лоб, я сейчас на интуицию. Интуиция вам подсказывает, что мои стрелки не подают. Нет, потому что я видела вас, ну, как бы, я не смотрела ваш лоб, не интуиция мне подсказывает, что с лобами подходят. Просто такие широкие стрелки. Я бы такое не делала, я же вам говорю. Ну, стрелки, они и в Африке стрелки. Какая разница у меня стрелки? Что, мне делали еще в три раза больше стрелки? Эти еще не такие. Это когда вот кеш на делали или когда не очень? Нет, в целом я со стрелками очень хорошо смотрюсь. Вы курить хотите? Извините за этот вопрос. Я звонила по человеку. А вы подслушиваете? Нет, просто вас было слышно. Так же, как и вас. К сожалению, мы в одном помещении. Да, но я такой. Бровки подярчили. Да, я люблю графичные брови. Там на девушке у нее сами по себе, они очень густые, красивые. А меня природа наделила другими. Поэтому я люблю, когда они просто графичные. Ну, примерно как у вас, но даже еще более графичные. Что у вас густые брови, все красивые. Попробуем. Спасибо. Спасибо. Попробуем. Попробуем. Да нет, мы же закончим через... Ну, мы, в общем, в 18.30 закончим. Сейчас сколько? В 18.54. В 17.30? Да, мне просто в 17.30 нужно уже ехать. Посмотрите, пожалуйста, на сельности. На форму посмотреть? Да. Хорошая. Ну, вот здесь я еще дорисую. Ну, да. Или как здесь больше нравится? Ну, просто... Ну, по длине хорошо. А по ширине можно шире, я думаю. Угу. Как интересно складывается. Что? Что? Жизнь. В каком плане? Никогда не думала, что буду вас красить. Так вы же меня не знаете. Сначала не знаете, потом знаете. Нет, я вас узнала, мне просто показалось странным, что запись идет. Ну, то, что запись идет, в этом нет ничего странного. Сейчас 21-й век. Мы в Москве, в центре. Мы не где-то там, куда интернет еще не дошел. Ну, вот это даже как будто мне больше нравится, чем это. Потому что они разные. Да, да, да. Сейчас нормально. Реснички вы хотите... Вроде, да. Ну, хотя этот все равно, мне кажется, чуть ниже стрелочка, чем... Ну, я сейчас, когда реснички подклеила... Что про ресницы вы спрашивали? Да, реснички вы, говорите, уголочки по теме или... Ну, уголочки только. Я имею в виду весь глаз. Нет, это понятно. Кисточки из козы сегодня не использовали? Из козы могла. Ну вот, я думаю, еще у меня нос реагирует на это все. У вас аллергия? Ну, на козу, да. Надо было меня спросить. Ну, точнее, не сказать. Ну, не спросили, я не сказал. Такой синий, да? Как синий? Зеленый? Ну, ни разу не используется. Ну, хоть когда учились-то хотя бы использовали? Нет. Ну, я на коммерчестве. Ну, стрелки-то хоть учили вас делать? Ну, что, плохо получилось? Да нет, просто стрелки не то, яркие не то, а что то вообще. Стрелки-то не что-то запустили. Нет, стрелки, да. Все нормально? Меньше? Ну, как тебе сказать. Так, выше попросили светом ставить. Я сказала, что ярковат свет. Где это? Внутри глаза. Ну, вот здесь вы имеете в виду, вот здесь? Да. Зеленым? Нет. Не знаю, как там было. Сейчас посмотрим. Там фотографии просто... Там есть? Ну, там нет. Ну, здесь коричневый там просто я вижу. Ну, коричневый, да. Ну, и стрелка вот здесь вот эта. Да, внутри. А имею то черный внутри. А, я думала, вы имеете в виду зеленым внизу для симметрии. В черном, да. Так, а стрелка все-таки внутри не знаю или нет? Да, я сказала уже, да. Посмотрите, как не нравится. А какие подходят на уголочку? У вас столько много? Нет. Просто сначала губы завершим, все. А, хотите губы завершить? Ну, просто по времени не знаю, успеете все это сделать. Ну, хоть и так посмотрите, он такой достаточно светленький. Может, чуть-чуть темнее в один? А то он вроде в карандаше смотрится темным, а по факту он нюдовый прям. Посмотрите, вот такой есть. Чуть-чуть потемнее. А он не будет таким рыжим, да? Ну, рыжий есть, но этот, мне кажется, хорошо. Да, тем не будем рисковать рыжего? Могу корректировать? Ну, давайте. Ну, десять нет, но минут пять еще давайте. А ресницы? Ну, видимо, уже без ресниц, раз не успеваем. Уже 30 минут. Потому что я, как бы, рассчитывала на полтора часа. Просто было такое сопротивление Москвы, и все встало, я предупредила, чтобы вас предупредили, позвонили вам. Ну, меня предупредили, да. У меня была другая девушка. Ну, я тоже с другого конца еду. Ну, просто в основном, как бы, девушки приходят, которые, ну, в мотеле отдыхают. Ну, все равно это не означает, что на полчаса можно опоздать. Давайте без ресничек просто губы уже доделаем, уже бежать нужно. Ну, давайте надо то, что хотя бы. Ну, то, что само собой. Давайте лучше одноразовые, а то уже сегодня раздражали. Блажа там кисточкой, не хочу, чтобы еще дальше они раздражались. Можно по-своему трассить? В смысле по-своему? Я имею ввиду, с пальчиком. Тут карлер, конечно, лучше. И наклеить еще реснички. Не дадите меня наклеить? Ну, я бы дала вам наклеить, но времени уже. Так, а губы блеском? Да, давайте блеском. Карандаша потемнение нет, да? Вы же там что-то вроде нашли. Можно вот этот смешать с каким-то из этим. Ну, давайте его. Просто прозрачный только давайте. Очень хочу реснички. Уже нет времени. Все, мы закончили? Ну, если вы как бы торопитесь, то я, конечно, еще реснички добавляю. Ой, слушайте, а мы же... Вы же не нарисовали мне стрелочки здесь. Ну, давайте я реснички доклею и все исправлю. Уже все. Все, спасибо. Пока. У меня только было по зданию, где у вас производили столько изделия. А сейчас тысячка 275. Красиво. Красиво. Какое? Понравилось? Нет, не понравилось. Понравилось? Да. Потому что не закончили до конца макияж. Мне уже ехать надо. Стрелку мне нарисовать, что-то красиво. Ну, а сколько еще? Еще и 20 минут мы уже... Ну, это так кажется, 20 минут. Стоп? Ну, мы 5 минут, губы красили 5 минут, доделали 5 минут. Там мы уже еще вместе, это не 5 минут. Не кушал? Вера нет. И опоздание тоже 10 минут. А почему ты не кушал солнышко? Ну, что, друзья, вот такой вот макияж в итоге получился. Напишите в комментариях, как вам он и вообще, как вам в целом поход в салон красоты. Я вообще, на самом деле, в шоке. То есть, мне написали о том, что визаж задерживается на 10 минут. По итогу, в итоге, мы начали макияж позже, там, на полчаса почти. И когда я вижу, на какую-то табуретку меня сажают, я просто нахожусь в полнейшем шоке. Это не стул специальный, это не кресло специальное, чтобы было комфортно клиенту. Это вот, знаете, из говна и палок, что называется, мы теперь будем делать здесь макияж. Там не было освещения. Меня посадили напротив окна, просто вот и все. Я, когда увидела эту табуретку и понимаю, что у меня здесь еще сидеть как минимум час, максимум полтора-два часа, и что у меня минус ноги, минус спина, минус руки и так далее. Я просто была в шоке. Но поменять они не могли, потому что визажист, естественно, в первую очередь думает о своем комфорте. Теперь следующий момент. Почему-то, когда опаздывают клиенты, часто салоны красоты говорят о том, что при опоздании на 10 минут мастер праве отказать вам в оказании услуги и так далее. А если была предоплата, то вам эту предоплату никто не вернет. И когда опаздывает мастер, даже на 10 минут даже, допустим, никто же об этом не говорит, что вам там какую-то компенсацию сделают или еще что-то. Или если там на полчаса позже начали, я подозреваю, что когда, если ты опаздываешь, нужно как-то торопиться, что-то сделать, чтобы нагнать вот это упущенное время. Потому что если, допустим, клиент опаздывает, допустим, на полчаса опоздал на маникюр, это абсолютно нормальная и частая ситуация, что мастер, допустим, говорит, мы вам сделаем маникюр, а покрытия не будем. Или вы сегодня уходите без дизайна, потому что у меня следом там дальше другой клиент и так далее. Но это не работает в обратную сторону, когда сам салон задерживает запись. И получается, что когда ты садишься вообще на вот эту табуретку в этом салоне красоты, у меня такое ощущение, что там настолько вот эта вот негативная энергетика в целом, потому что там вот этот вот стилист, который зачем-то постоянно смотрел, как там эта процедура у нас проходит, с этими какими-то взглядами. Ну, в общем, очень неприятные диалоги. И я считаю, что салон красоты в целом должен заботиться о комфорте клиента в первую очередь. Потому что за счет клиентов держится бизнес. Это основа как бы любого бизнеса. Бизнеса не будет, если не будет клиент. То есть вы бы обратили внимание, насколько негативно настроен на вас другой персонал, и вы бы уже не захотели к нему прийти, допустим, на стрижку, на окрашивание и так далее. Для меня это вообще неприемлемо. То есть если я иду в люксовый салон красоты, я ожидаю определенный сервис. Вплоть до того, что там будут разговаривать в полутоне. А не вот таким вот образом какой-то, не знаю, базар, вокзал устраивать. Потому что, когда приходишь, хочется, чтобы была подставка под сумочку, как минимум. Если нет, то хотя бы, чтобы сориентировали клиента, куда поставить. То, что там вокруг только одни рабочие места. Теперь мне не нравится сам макияж. В каком плане? Да, сделали они 15% скидку за счет того, что было опоздание. Но настолько неторопливо все это делать, это еще нужно постараться. Макияж был согласован изначально с этими стрелочками. С внутренними стрелочками несколько раз визажист уточнял. Точно вы хотите эти стрелки? Они вам не пойдут под ваши глазки, под ваши глазки. Вы знаете, это я называю хамство, прикрытое, политое соусом английского голоска. Если ты не умеешь делать какой-либо макияж, это не значит, что дело в клиенте. Она начала мне делать макияж, ушла там куда-то на 4 минутки. Я думаю, ну что, я просто сижу до 4 минуты. У нас и так времени мало. Тут непонятно вообще, что к чему. Потом она возвращается, мне показалось, что пахнет сигаретами. А я такой человек, что когда я сижу на маникюре или на макияже, если я чувствую вот прям вплотную у человека, что пахнут руки или как-то дыхание такое вот скуренное, даже может затошнить от этого. Потому что я человек, который не пьет, не курит, мне это не нравится. Это даже и не придирка, но в целом, как бы вот свои ощущения я вам рассказываю. То, что у меня уже был такой опыт, что пришла визажист похмелье и от нее реально несло как бы перегар. Это не очень приятно. Здесь нет никаких вообще нареканий там или еще чего-то. Просто вот как факт вам обозначаю. Но то, что не накрасили стрелочки, я вообще не понимаю. То есть когда я сказала, а вы же не сделали мне стрелочки, почему я должна контролировать весь процесс, почему я должна контролировать время, контролировать все этапы макияжа. Они говорят, ну хотите, я вам докрашу стрелочки и наклею ресницы. То есть специально как бы в таком манипулятивном тоне, знаете, что это же у вас времени нет. Так-то я бы вам накрасил. Мы бы все успели, если бы мы начали вовремя. Вот. Не было подходящего цвета карандаша для губ. Ну и ладно. У меня реально было ощущение, что вообще абсолютно не подготовлено ни место, ни организация, ни сам сервис в салоне. Вообще абсолютно ничего. Плюс еще вот такое вот отношение к клиенту со стороны другого персонала. Это все очень отталкивает. И люксовый салон, извините меня, как бы такое издевательство вообще никому не сдалось. Вот. Напишите внизу в комментариях, как вы считаете, за недоделанный макияж. Вы бы платили или не платили? Естественно, я за услугу оплатила полную стоимость, но вот то, что вы можете наблюдать, что не прокрашено ни межресничка, ничего. Как-то очень слабовато сделан контуринг, где вообще ресницы непонятно. Да, вот. Давненько таких, конечно, салончиков у нас не было. Пишите, кстати, внизу в комментариях, вам нравятся выпуски, где меня узнают в салонах красоты или же нет. Потому что сейчас по статистике ситуация такая. Если раньше, допустим, 8 из 10 раз меня узнавали, то сейчас 10 из 10 раз меня, естественно, узнают уже, когда я иду в салон красоты. Поэтому ждите. Скоро на канале будут новые ролики нового формата. Я очень надеюсь, что они вам понравятся тоже. И вы будете поддерживать пальчиками вверх. Они будут выходить дополнительно на видео. Вот. Так что совсем скоро ждите. Раз уж такая пляска, то просто хочу немножко поныть. Рассказать, что такая проблема на самом деле не только в мире салонов красоты, визажа и так далее. Вот я сейчас работаю над косметикой. Да, вы знаете. Вот сейчас смываю, допустим, макияж полностью гидрофильным маслом, которое, собственно, я вместе с лабораторией на фабрике в Корее создала. До того, как прийти вот именно к этой формуле, вы знаете, сколько я собеседовала технологов у нас. Так вот, с этими технологами тоже вечная проблема. Она элементарных вещей может не знать, что такое там. Вот есть, значит, пабы – это те вещества, ну, такие вот компоненты, которые как раз таки смывают макияж, но также они работают еще и в другом направлении. Это я человек без химического образования, но я училась на химические составы, да. Это знаю. И когда я задавала элементарнейшие вопросы, технологи просто не знали. Когда у них спрашиваешь, да, мы вам напишем состав, мы вам все сделаем, я говорю, хорошо, у вас есть как бы опыт, чтобы эти составы не просто написать в таблице, это все очень красиво смотрится, звучит, да. Но чтобы действительно эти формулы ваши, которые вы пишете, они работали, какие они будут там в итоге, никто ничего не знает. В общем, такая проблема и с химиками, технологами в том числе. Вот так вот очень быстро смываю макияж. Меня радует, на самом деле, что кожа не раздражается после подобного мягкого способа очищения, да. Именно этого я и добивалась, собственно, в своей косметике. Что касается пенки для макияжа, я всегда вторым слоем, вторым этапом, точнее, все равно умываюсь, особенно если у меня был плотный макияж, тогда кожа очень хорошо себя чувствует. Она и очищенная, но не до скрипа, и при этом мягко увлажненная за счет того, что в составе есть очень много гиалуроновых кислот. Не одна, две, а целых восемь. И плюс комплекс из 11 пифтидов будет. Вот. Совсем скоро тоже сможете все это купить и пользоваться. И тадам! Посмотрите, насколько сияет кожа после такого мягкого очищения. И если по потребностям вашей кожи нужно дополнительное увлажнение, всегда можно нанести крем дополнительно. И в зависимости от времени года я еще иногда добавляю сыворотки. Но, например, летом вот такого способа умывания гидрофильного масла увлажняющего и увлажняющие пенки для умывания мне абсолютно хватало, абсолютно не нужно было дополнительного увлажнения. Но вот сейчас, когда уже холодный период года, обязательно нужно. На этом я буду уже заканчивать это видео. Обязательно ставьте палец вверх. Если вы хотите смотреть видео в раннем доступе, то обязательно подписывайтесь на мой Boosty. А если хотите больше контента или, допустим, посмотреть видео, как я похудела на 9 килограмм, то эти видео есть у меня в Telegram канале, ссылка на который тоже всегда в описании под каждым видео. Всем удачи, всем пока-пока!